Добрый день! В эфире «Военная приёмка». Сегодня тема нашей программы «Военный автомобиль Тигр». Я надеюсь, вы уже поняли, что сегодня его ждут самые суровые испытания. Мы будем Тигр переворачивать, взрывать. Мы обстреляем его из дробовика, из автомата. Мы пройдём на нём внедорожье. И самое главное, мы впервые продемонстрируем вам вот этот уникальный экземпляр. Это самый бронированный Тигр в нашей стране. В отличие от стандартного, у него уже не третий, а шестой класс защиты. И при всём вредом, броневик по-прежнему остаётся внедорожником. Тигр – ан армород пренатор. Тигр – ан армород пренатор. Тигр – ан армород пренатор. Тигр – ан армород пренат abonn bit. Тигр – ан армород пренатой леции. Ан армород пренат produce miniature мероприятий всех страницах. Тиг – ан армород пренат zampiece violения. Удавга – ан армород пренатого. Э Ле through Med seat не является грешно-полага. Тигр – ан армород прыней. В этот раз военная приемка начинает эфир на болоте. Но где еще проверять возможности армейского внедорожника, пусть и броневика? Итак, представим наших героев, которые вышли в поход по бездорожью. Наш редакционный автомобиль японского производства. Настоящий герой. Тяжеловес. Класс защиты 6-й и дальше. Стандартный автомобиль Тигр весом около 8 тонн. Ну и, наконец, БТР. Зачем он нужен? Только за тем, чтобы не идти в деревню за трактором, чтобы вытаскивать нас в случае нештатной ситуации. Итак, мы отправляемся на дорогу. Для теста Тигр, мы приехали в их натуральное место. Мы в лесу рядом с Арзамасом, в Нижненовго-Род региона. Мы взяли нашу собственную эфирную оптимизацию, чтобы увидеть разница в пространстве. Перфороманска между легкий дути-свилиянным автомобилем и тяжелым милитарным автомобилем. Этот автомобиль был создан для рогидного трактора. Но он уничтожил на самом первом обстакле. Ну, а теперь то, что в Министерстве обороны называют испытание на бродоходимость. Вот только что Тигр прошел вот здесь. Я специально попросил его остановиться в этом месте, чтобы вы поняли, какую глубину преодолевает эта машина. По паспорту это метр двадцать. Ну, а по факту это вот так, выезжаем. Тигр. 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 Мы используем русскую технику, например, какие-то военные действия. Мы видим красивые машинки, но покупать и воевать можно только на ваших машинах. Это было очень приятно, конечно. Один из них должен быть объяснен. Российские автомобили не могут быть в европейские экземпляры, потому что санкционы. Но «Тайгер» случился в паре в Парисе. Это потому что в Пуанах, в стране, в стране «Тайгер» был в арсенале. Мы не можем сказать, какой он, чтобы избежать саботаживание процесса для следующего «Тайгер». В то же время, наша фильм-круга пойдет глубже в лесу, далеко от дороги. И совсем другое дело – броневик. Вот по нему можно бить топором куда хочешь, и топор только отскакивает. И сам факт того, что это тяжелая машина, что это тяжеленный многотонный броневик доехал сюда, и здесь пытается выбраться уже говорит о том, что, ну, он рекордсмен в своей номинации. Just so you understand, it's the real heavyweight «Тайгер» with level 6 resistance that is stuck in the mud. One might wonder that there is no sense in expecting this kind of clearance from an armored vehicle, and that this test can be over now. But it turned out to be just the beginning. Now the trapped predator is being pulled back by its colleague. And now the armored vehicle is trying the same pass once again. This time, it clears it. The second «Тайгер» is a little lighter, around 9 тонн. He flies over the pit while barely noticing it. Then he hooks and toes us out. Mind you, it's driving on the same dirt. Ничего себе, силища-то какая по такой грязи. Взял спокойно, человек подъехал, зацепил и ездил дальше по своим делам. Мы для него обычная балаха, что обидно для нашей машины. Мы бы не прошли, порвался трос. Хорошо, что трос, а не мост, у нас выдернулся. Thankfully, it's the rope and not our axle. The wire rope snapped because a log got under our car and got stuck in a rut. And the «Тайгер» dragged us with it. But forget the dirt. That's how the «Тайгер» clears a real windbreak. Clearly, this program can't do without a comparison. The main opponents of the «Тайгер» are the American Hummer and the Italian Ibeco. I want to clarify that we're not talking about regular cars, but about armored ones. Here's the footage. They start together in a field, covered with snow. It's not a race in the usual sense, but the «Тайгер» immediately takes the lead. Next comes an Earl, 43-20 truck, slow but steady. Meanwhile, the much praised foreigners are helplessly stuck in snowplows after just a few feet. Well, if you want to understand the difference between a Russian Tiger and an American Hummer, come on, Sergei Vyktorovich. We need to go here, under the ground. We need to go. If we have a clear answer, how many? 40 centimeters. This is a honest clear answer. Yes. There's nothing that's missing. From the wheels to the wheels. Then the Americans... Unfortunately, from the middle of the wheels will be tied to the wheels. Like this, the wheels are tied to the wheels. And in this position, it will be not 40 centimeters, but 20 centimeters. And it will be on the road, a pin or a camus? It will be on the way, and the car will remain. And our Tiger has been on the way. We've been on the way. Sergei Sivorovich, PhD, explains that the Hummer is a big off-roader, while the Tiger is a small armored personnel carrier. And that's true, because the Tiger's chassis is copied from an ABC. And there's more. Note that the Hummer is a four-seater. What about the Tiger? Actually, this one particular version is not the standard Army Tiger, but a Tiger SPN, special purpose. Remember the little green men? This vehicle was designed at their request. On the outside, it hardly differs from the standard version. But inside, there are racks and shelves for ammunition, instead of the extra seeds. And when they are fully opened, the windows turn into actual firing ports. И с таким количеством аммуницией можно только выстрелить от автомобиля за много времени. И не только от выстреливающих порт. Из других различий, этот специальный тигр имеет ротатный рычаг. Так, вот она у нас крутящаяся платформа. Давайте попробуем достать автомат, показать как эта система работает. То есть можно отсюда вылезти и практически в любую сторону, в зависимости от необходимости, вести огонь. This hatch is installed only on this version of the Tiger. But one can take it a step further and substitute a soldier and his machine gun with a robotic machine gun. This system is called ARBALET and was first shown at the Victory Day parade. On the other side, уже наш тяжелый, супер-защищенный тигр его страхует от резкого переворота. И мы видим, как он поднимается, встает на два колеса. Don't forget, this is not a regular car. It weighs nine tons. A simple stunt for a light civilian car is an all-out effort in this case. Какие основные нагрузки сейчас испытывает машина? Ну, сейчас на мосты основные нагрузки идут. Вот. И, собственно, на раму, потому что корпус на раме он тяжелый. Вот. Закреплен на десяти точках крепления. Теперь давайте рассмотрим этот перевернутый тигр изнутри. Что здесь надо увидеть? Да то, что все привязано, все на месте, ничего не соскочило, не оторвалось. Точно так же делается на морских яхтах для того, чтобы они переживали шторм. И хотя здесь никакого шторма не ожидается, а, тем не менее, технологии точно такие же, и, главное, эти технологии работают. Как вы думаете, заведется? Куда она денется? Конечно, заведется. Ну, давайте попробуем поставить нашу тигр на его пауз. Вместе с тем, я и доктором останутся внутри. Ну, давайте. Вот. Так, пошли. Опа! Ну, надо сказать, что мягко только. Нет, очень мягко. Я думал, сейчас, знаете, головой влетел. А вот и вот, финал нашего перевернутого эксперимента. Сейчас надо ответить на главный вопрос. Заведется ли машина или нет. Завелась. Теперь мы ответим на второй вопрос. Поедет ли она или нет. Пробуем. Ветер. Опа! Поехала. Это было. Ветер. 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 Откручиваем, откручиваем. Вы думаете, что я ошибся? Нет, вы слышали правильно. Сейчас вы увидите нас пить газолин в дизельный двигатель. Это умнительное, по-моему. Если вдруг закончилась солярка, как мы говорим, в таких случаях мы спокойно заливаем бензин. Мы можем 92, 95, 98. Депрессивный министр требует двигателя умнительного двигателя. Для тех, кто не знает, это же concept applies к танкам и АПЦ. Итак, мы залили 92 бензин, и теперь в тот же самый бак, в тот же самый горлышко, берем, заливаем дизельное топливо. Это не изображено. Мы действительно взяли газолин и дизель в дизельном двигатель. Но, пожалуйста, не попробуйте это в вашей станции. Этот эксперимент может быть fatal для пилотных двигателей. Садимся. Здесь надо сразу пояснить, что вопреки стандартным правилам мы специально не глушили двигатель на заправке, для того, чтобы вы поняли, что он совершенно спокойно, бесперебойно работает, несмотря на то, что прямо сейчас у него залили совсем другое топливо. И так, пропустили машину, можем трогаться. The Tiger has a cruising range of 600 miles. But the fuel consumption rate will definitely be higher when the gasoline is mixed with diesel. Но в случае с дизельным топливом, какой расход? Расход составляет, значит, 30 литров на 100 километров. Но вчера мне рассказывали, что если аккуратно ехать, может, по трассе 15. Ну, 30 литров – это максимально возможный расход для данного двигателя. А если ехать, соблюдая скоростной режим, то, в принципе, может и меньше быть расход. 8 miles per gallon is three times more than a regular car consumes. But the Tiger is four to five times heavier and has a 215-horsepower engine. Some people might say that it's not much. After all, a regular car can have a bigger herd of horses under the hood. That's correct. The Tiger accelerates slowly, but it drives fast. Ещё один рекорд, который вряд ли вы ожидаете от машины. Именно вот этого класса – тяжёлый броневик. Фактически танк на колёсах. Сейчас мы планируем разогнать до скорости 140 км в час. Повторюсь, 140. Поверьте, это очень много. Хотя здесь, пока находишься внутри, ход достаточно плавный. Вот сейчас мы идём со скоростью 110. Я специально подошу камеру, чтобы зафиксировать эту цифру. Стоять на шаре. Поверьте, это очень важно. И дальше. И дальше. Продолжение следует. И дальше. И дальше. Украинский автомобиль даже не достигнет 75 мм. По поводу общественных источников, его уровень 70. Ну, еще один момент для русского «Предитора». Да, на полном приводе. Давайте вот специально спущусь пониже, чтобы продемонстрировать зрительную крутизло этого склада. В данный момент «Тигр» остановился на подъеме с задним колесом, он остался внизу. Мы обращаем ваше внимание на вот этот дорожный просвет и идем дальше. И еще надо обратить ваше внимание на то, как проходят испытания. Это не просто покатушки. Дело в том, что вот сейчас здесь внутри лежат вот такие мешки. Вот, салон забит. Максим, вес одного мешка какой? 10 кг. Вот теперь я прошу оператора зайти прямо непосредственно в машину, чтобы вы увидели, что эти мешки здесь лежат по всему салону. Сколько здесь таких мешков? 100 штук. 100 штук по 10 кг. Это какую? 1 тонна. 1 тонна веса вы положили, плюс мы с вами сидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Plus, while accelerating to 86 miles per hour. Moreover, the vehicle has already covered 20,000 miles with a ton of sand in the back. And not just on the highway. To recap, there are four of us on this journey in the wildlands. A civilian SUV, two Tigers, and an APC. It suddenly turned out that we didn't need its help after all. The Tigers can handle off-road conditions no worse than an eight-wheel drive armored personnel carrier. But… За то, что и говорить у БТРа свои плюсы. Ну, хочется сказать, что он плавает. Нет, слово плавает, протоколую машину использовать не очень верно. Ходит по воде, уверенно держится и идет, как мы видим, совершенно спокойно. Вот к нам сейчас выходит военпред. Машина, как корабль, держится на плаву? Плюс восемь колеса, наверное, тоже дают. Нет, колеса при преодолении водных преград мешают. Какие у нас есть варианты? Вариант один. Компания, дают другую БТР. дистанционно с помощью вот такого выносного пульта. И сейчас мы проведем один очень интересный эксперимент. Я передаю этот пульт мастеру участки. Прошу, стягиваем. Что мы видим сейчас? На ваших глазах автомобиль «Тигр» весом всего-навсего 8 тонн сдвигает с места БТР массой 15 тонн. Но и это еще не все. Вслед за ним катится второе БТР. Здесь тоже 15 тонн. То есть 30 тонн сдвигает один «Тигр». Весом всего-навсего 8 тонн. О, какая! Ну вот сейчас происходит то же самое, что мы делали на заводе. Один «Тигр» вытягивает зазрявшую ДВН. Преск. Мы засмелились в место. ДВН. ДВН. уже видели, что стандартный «Тигр» «Тигр» способен. Сейчас это время представить последний участок нашей экспедиции. Это «Тигр 6A». «Тигр 6A» у нас таких нету. А в мире? В мире есть аналоги итальянские, австрийские, швейцарские. Я должен объяснить, что сегодня не очень безопасно находятся в порядке. Амори. Модерные рифы, ловлены армор-пирсинг амори. 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 Для нас важно, что новый 6A-левел Tiger не может быть так легко с оружием из СВД-райфеля. В России, арморные специфики регулированы по стандарту. 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 When regular metal is turned into armor plating, they are joined into a hole by welding. During this procedure, the vehicle is suspended so that the welders can reach every joint. Then the armor is installed onto the frame and chassis. Продолжение следует... Продолжение следует... ...боевого хрящения «Тигра». То есть, когда там внутри находились люди, а снаружи машину нещадно обстреливали. И тут важно проговорить одну вещь. Обстреливали из оружия, которое, в принципе, «Тигр» держать не должен. Из чего стреляли? Стреляли из снайперской винтовки. СВД стреляли из автоматов Калашникова. Стреляли из подствольных. То есть, там было несколько видов оружия? Ну, там засада была, и ждали. Но вот здесь хочется объяснить, давайте отойдем в сторону, что мы не просто так взяли с собой в руки этот пинтбольный маркер. Для чего? Для того, чтобы показать, как дерзко работал снайпер в тот момент. То есть, он куда целился в первую очередь? Первые выстрелы, как правило, делаются по стеклу в районе водителя, чтобы остановить машину. Вот. Абсолютно верно. Стреляли в стыке стекла и брони. Я вот только одно не могу понять, ведь тигр, вот стандартный армейский тигр, он же не должен держать СВД, почему тогда пробитие не произошло? Ну, здесь разные факторы повлияли. Возможно, не под прямым углом, стреляли под углом и броня выдержала. Ну, а потом у нас очень жесткие стандарты под любой класс. Безусловно, нет причины, чтобы быть удивлен. Если вы знаете, как они тестировали тигры с армой в Плантин-Викса, в Нижне-Ноку-Род. Сейчас мы несём на испытание дверь, весит она около 30 килограммов, и, по сути, это основная защита для экипажа. То есть эта броня защищает конкретно от попадания пули. Плюс к этому чуть позже на двери закрепят специальный тканый материал, который будет защищать ещё и от разлёта осколков. Но, так или иначе, именно эту сталь здесь, в тире, и проверяют на бронебоины. This underground shooting range is also unique. It's 328 feet long. You won't find anything similar at any plant in western Russia. И первое оружие, которое мы используем, это пистолет. Тульский токарев, я прошу операторы занять место в кабине. Передаю оружие стрелку, мы закрываем дверь и практически сразу... Прекрасное попадание. Ну вот, стрелок готовит к выстрелу автомат Калашникова. Сейчас, я не буду стрелать, за ним сразу... Ну что, давайте обсудим результаты нашей стрельбы, посмотрим на дырки. Ну, это не дырки, это следы от поражений, и мы сейчас оценим их кондиционность. Да, прошу прощения, никаких дырок тут нет. Оп! Мы видим абсолютно ровную, гладкую поверхность, что свидетельствует о том, что деталь выдержала испытание. Главное, уже войска отдать отработанную машину. Чтобы тебе не сказали, что же вы сделали такую плохую машину. Вот она должна быть отработана, да, блеска. Потому что осечка какая-то, которая происходит в машине, да, это срыв операции. Там очень много систем, очень много наворотов, которые позволяют решать все существующие вот на сегодняшнее время проблемы. Впрочем, все, что вы видели, это были испытания, что называется, в тире, на заводе. И вот у нас есть уникальная возможность вместе с официальным представителем предприятия открыть огонь по реальному тигру. Мы уходим за линию ведения огня и... Раз, два, три, четыре, пять выстрелов дробью. Давайте покажем, что в этот момент стало с пилой. Пила превратилась в такую помятую консервную банку. Вот она. Ну а с тигром, тут, не знаю, к счастью или к сожалению, ситуация предсказуемая, так что стрельба из ружья по этой машине, это стрельба из пушки по воробьям, а главное, стрельба неэффективная. It was clear that from the beginning, that shotguns are worthless against the tiger's armor. So, let's try shooting at the windows. Ну что, охота на тигера продолжается, и теперь право выстрелить по этому хищнику предоставляется военной приемке. Вот, это была военная приемка Министерства обороны, и теперь военная приемка телеканала «Звезда». Мы стреляем по стеклу. Как мы видим, стекло изрядно попорчено. Давайте подойдем сюда поближе. Внешний слой этого стекла пробит насквозь, но внутри мы видим абсолютно гладкую поверхность, на которой нет ни единого острого элемента. То есть, да, внешнюю сторону стекла мы подпортили, но ни одна из дробинок не прошла насквозь, даже приблизительно. Ну что, теперь право выстрелить по тигру предоставляется профессиональному охотнику. Стреляем. Раз, два, три. The hunter used a veprocarbine, firing 30-калибра буллеты. Товарищи телезрители, кто не верит, что все целое, специально для вас мы делаем эти удары, чтобы вы понимали, что насквозь не то, что ни одна пуля не прошла, но давайте заберемся внутрь, чтобы же наверняка вам доказать, что там внутри нет ни одного пробития. Абсолютно то же самое гладкая поверхность, по которой можно спокойно водить руками. Как ожидалось, результаты будут гораздо впечатляют, чем с шотгоном. И вот теперь, когда казалось бы, с этой машиной мы сделали, ну, все, что только можно было сделать, с креативной инициативой выступает советник генерального директора. Вот, пожалуйста, вам гвозди. Можно воспользоваться штатным топором, который есть при тигре, и попробовать забить в колесо, и посмотрим, что из этого выйдет. Пожалуйста, напишите, что компаниями представители сделали эту предложение и мне дали эти огромные нервы. Никто не обрешал их. Давайте зафиксируем, что у нас здесь пять настоящих металлических непластмассовых гвоздей, которые ушли в тело резиновой покрышки тигра достаточно глубоко. И чтобы вы понимали, что все это еще может ехать, крутиться, вертеться, мы просим водителя нашим стандартным способом отправиться в путь. Водитель нас слышит. Едем. Все шутки, это выглядит достаточно довольным. Регулярный автомобиль генерального директора бы уйдет много лет назад, даже после того, что маленький генеральный директора. Но тигра двигается, как будто он неизвестит путь. Вот объясните, пожалуйста, за счет чего машина едет, гвозди упирается в землю, а шина не спускает. А потому что на машине установлена автоматическая система подкачки шин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok This inflation system has been used on military vehicles for a long time. Even an engine that can consume both diesel and gasoline is not a breakthrough. The same goes for bulletproof armor, but the tiger's unique feature is that all those tried-and-true elements are gathered in one vehicle. And with this complete configuration, our steel predator is second to none. Субтитры создавал DimaTorzok